прям сдавливает тебя нашел вот такое глубокое место друзья всем привет это канал weekend у Дэна сегодня мы выехали на рыбалку чтобы порыбачить вот таких вот классных вейдерсах поехали так ребята 5.30 утра добрались мы до речки с москвы доехал довольно таки быстро где-то за час без пробочек и сейчас буду думать как вот это вот все штатив вейдерсы которые весят три килограмма да тащить до речки которая находится вот там вот внизу за таким небольшим лесом взял я такую тележечку с которыми бабушки входят магазин но я в ней буду таскать рыболовные принадлежности очень удобно взял за ручку и покатил все пошли быстрее к лесу парой к лесу к реке пора рыбачить добрались мы до речки вода такая тихая спокойное течение нету но единственное что уже начинает цвести как вы видите появляется такая зеленая рясь тина но я думаю это будет не помехой здесь довольно таки не глубоко поэтому походим посередине речки вейдерсах и попробуем половить щучку сейчас покажу какие вы даса я взял так ребята взял я себе вот такие вот вейдерсы на зоне за 3000 фирме ford man такой вот классный рыболовный костюм я еще ни разу таком не ловил материал довольно таки плотный то есть прикольно мы одеваем его и по грудь можем заходить можем не рыбачить с берега обходить всякие деревья просто заходим в них в воду и рыбачим главное там не подскользнуться не утонуть ничего выдерсы очень классные мне нравятся сапоги плотные материал резина плотный сидит на мне как влитой подбирал я просто по размеру там померил обход груди размер ноги и заказал все уже не терпится скорее ходить зайти в речку и попробовать что-нибудь поймать было классный зашла щучка одеваемся все я готов осторожно прикольно что в этих вейдерсах есть успеть и такой кармашек из внутренней стороны куда можем положить на какие-то не острые колющие предметы например или гриб чтобы подцепить нашу щучку ну или лучшего конечно за ручку как-нибудь зацепить но я думаю не вывалится особенно всем положим его во внутренний карман так все идем пробовать ноги уже утопают немного страшно но это будет круто какая здесь тут короче тут в начале есть небольшая проблемка почему-то на около берега здесь нереально какая-то топ и сапоги проваливаются по вы проваливались буквально по колено но потом когда можно выходим метров три-четыре от берега начинается хорошее каменистое дно и такое ребята интересное ощущение потому что костюм прям сдавливает тебя то есть ноги вообще сдавливаются давлением от воды это такое прикольное чувство и вы представляете я тут всегда ловил на удочку на фидер а сейчас я нахожусь просто посередине реки конечно мелковато ну да ладно все уже пошел поезд сдавливать слушайте да я так всю речку смогу перейти прикольно можно получается прям по всей речке ходить бросать спиннинг искать интересные места со щучкой очень классно сейчас возвращаемся за спиннингом я уже походил немного привык и побросаем попробуем порыбачить это нереально классно ребята взял я первого ваблерчика единственное что неудобно так это надо то что ваблера с собой не потаскаешь нужна какая-то сумка придется на берег ходить менять но и без того мне кажется будет круто все ищем щучку вот так ребята пока что то не могу найти щучку думаешь и возьмем пару ваблерчиков классных и походим по речке метров сто туда метров сто обратно должны же мы поймать не щучку потому что это мачучку в вейдерсах это просто будет шикарно взял я с собой такого не сильно тонущего ваблерчика это метрная она потому что ох какую-то я попал потому что очень много травы и ваблеры цепляются за нее и почти каждый запрос приносит не рыбу а траву сейчас как раз таки пойдем вот туда вот дальше может пройдем траву и выйдем на более перспективное место вот видите это прямо на середине реки вот такие вот заросли просто жесть я думаю чем не оцепляется здесь то типа пояс о даже чуть меньше я думаю сейчас мы эти кустики пройдем и выйдем на киев эти коряжки прошел я дальше метров пятьдесят сто и вот там вот провода надо кидать очень осторожно вдоль воды чтобы не цепить провода ну а здесь мало травы она в основном по берегу может быть здесь стоит щучка а короче ребята места очень перспективные но пока что-то тишина я прошел еще дальше сейчас пойду провода и покидаю вот там вот на повороте реки так хочу поймать щучку стоя по пояс в воде но пока не берет думаю осенью на будет брать намного лучше когда похолодает прошелся довольно таки далеко ничего не поймал но нашел вот такое глубокое место уже здесь почти по грудь на суду мы дальше не пойдем сейчас вернемся на точку сменим приманку и выбросаем теперь правее ближе к попова может быть там удастся чтобы мать но пока ребят тишина щука не играет вообще не прескается как будто река мертвая кстати еще такую тему заметил надо тепло одеваться особенно по осени поскольку находишься долго в воде костюм сдавливает ноги и немного холодно то есть долго в воде не пробудешь надо походить и греться то что сейчас будем теплее одеваться все ребята ходил я часа три три с половиной перспективные места обошел находил такие классные заводи коряги бревна бросал там дальше левее правее вообще тишина как будто рыбы нет даже ничего не видел ни всплесков не рыбки в воде так вот такие такие вот мальки совсем маленькие плавали в общем пока щучки нету а то хотелось ее поймать в этих левых ведерсах ладно все буду собираться домой пойду сейчас обсушу костюмчик отдохну и поеду завтра будет классный забег то что думаете выходных выйдет два видео в общем ребята классно провели уикенд суббота классно рыбачили жаль ничего не поймали зато испытали вот эти вот вейдерсы за 3000 просто офигенный офигенная штука мне очень понравилось не знаю почему я раньше не покупал не рыбачил в этом это нереально крутая штука одеваешь идешь там вдоль берега и бросаешь не нужно по берегу обходить там какие-то деревья там ямы просто зашел по пояс воду идешь и бросаешь спиннинг обязательно короче еще в этих вейдерсах съездим на москву реку полон там точно должна быть щучка или судачок очень ребята если понравилось видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки будет новых крутых видео все такое видео обзор рассказать было бы классно если поймали здоровую щуку боролись бы с ней в воде там она по нас выскочила в общем не получилось ничего страшного но все равно это было круто все ребята всем удачи и пока я поехал до скорой встречи это уикенд с дениса